Здравствуйте! Сегодня мы продолжим разговор о рассказе Льва Николаевича Толстого «Кавказский пленник». На прошлом уроке мы говорили о героях этого рассказа, об истории его создания. Сегодня же мы поговорим о проблематике рассказа «Что такое Кавказ для Льва Николаевича Толстого?». С прошлого урока мы помним, что в 1851 году Лев Толстой со своим братом Николаем уезжает в зону военных действий. Почему принято такое решение? Толстому надоела его жизнь в столице. Он считает ее пустой, наполненной болтовней, отсутствием настоящего дела. Именно стремление к настоящему делу ведет его на Кавказ, на войну. А брат его к тому времени уже был в войсках. Он возвращается после отпуска. 30 мая 1851 года Толстые приезжают в станицу Старогладковскую на берегу Терека. И начинается полная опасностей военная жизнь. Молодой человек впервые встречается с реальностью такого рода. Мы помним из рассказа «Кавказский пленник», что однажды Толстой чуть не попал в плен к татарам и едва успел унести ноги вместе со своим другом. В рассказе дан этот эпизод, как действия Жилина и Костылина. А этот эпизод автобиографический. Толстой встречает еще много опасностей и неприятностей в это время. И надо сказать, что он до сих пор не находит полного себе применения. Военная служба не всецело его поглощает. Он до сих пор недоволен собой, чувствует смятение. Вот как он пишет в своем дневнике в день рождения 28 августа 1852 года. «Мне 24 года, а я еще ничего не сделал. Я чувствую, что недаром вот уже 8 лет борюсь с сомнениями и страстями. На что я назначен? Это откроет будущность». Удивительно, что сразу же после этой записи, практически на следующий день, он получает письмо от Николая Некрасова из Петербурга, в котором содержится похвала его только что законченной повести «Детство». Первой части трилогии «Детство, отрочество, юность». Вот как пишет Некрасов. «Я прочел вашу рукопись. Она имеет в себе настолько интереса, что я ее напечатаю. Не зная продолжения, не могу сказать решительно. Но мне кажется, что в авторе есть талант. Во всяком случае, направление автора, простота и действительность содержания составляют неотъемлемые достоинства этого произведения». Такой отзыв, конечно же, вдохновляет Толстого и подводит его к основному решению жизни на тот момент. На Кавказе Толстой делает свой самый главный выбор. Он решает стать писателем. Кавказские впечатления питают его на протяжении всей его жизни. Мы помним, что рассказ «Кавказский пленник» написан спустя 20 лет после участия писателя в военных действиях. Это не случайно. На протяжении всех этих лет Толстой обдумывал, что же произошло с ним в молодости. Толстой, как и Лермонтов, покорен природой Кавказа. Вот что он пишет в своем дневнике уже после отъезда с места военных действий. «Хороший этот край дикий, в котором так странно и поэтически соединяются две самые противоположные вещи – война и свобода». Эти два слова «война и свобода» помогут нам разобраться с проблематикой всего рассказа. Проблематика романа, по моему мнению, строится на двух противопоставлениях. это «война и мир» и «плен» и «свобода». Обсудим сначала последнюю пару «плен» и «свобода». Кто в рассказе пленник? Мы помним с прошлого урока, что и Жилин, и Костылин в плену у обстоятельств, а не в плену у татар. Но это только внешнее. Кто же пленник на самом деле, по сути, внутренне? Ведь это только Костылин, потому что он в плену своей слабости, у своего эгоизма и страха. Жилин же внутренне свободен. Именно поэтому закономерна его удача во втором и последнем побеге. Он просто реализует свой внутренний посыл, стремление к свободе. Кто еще в рассказе в плену? Это люди-негативы. Красный татарин, старик на горе. Они в плену своих предрассудков и ненависти. Абдул-Мурат, хозяин Жилина, сумел возвыситься над этими предрассудками, над этой ограниченностью. Он полюбил своего пленника. Наиболее в рассказе свободна Дина. Она свободна от всех предрассудков и от всяческих границ. Она становится спасителем Жилина, хотя он ее враг. Она становится его лучшим другом. Следующая более сложная антитеза – война и мир. Все дело в том, что в русском языке XIX века слово «мир» имело два написания и два смысла. Второй вариант слова был такой. Слово вот в таком написании значило не «война», а слово вот в таком написании «сообщество людей». Для Толстого важны и то, и другое названия. Если мы присмотримся, мы увидим, опять же, знакомые нам слова. «Война и мир» – это название великой эпопеи Льва Николаевича Толстого и его четырехтомника. Существует мнение литераторов, что в рассказе «Кавказский пленник» как в капле отразилось все океаническое богатство романа эпопеи «Война и мир». Я соглашусь с этим мнением. Давайте посмотрим, кто же мирен в «Кавказском пленнике», а кто является представителем войны. И это все те же люди. Наиболее мирный – сам Жилин. Он не озлобляется в неволе, не противопоставляет себя врагу. Он и вообще не относится к врагу как к врагу. Для него, естественно, отношение к другому человеку просто как к человеку. Люди, в свою очередь, откликаются на его доброту и его открытость. Они начинают обращаться к нему за помощью, просят сделать им какие-то игрушки, поделки, починить часы. Даже в момент болезни одного из своих поселян они просят Жилина как доктора вылечить того человека. А какая же степень доверия должна быть у этих людей к Жилину, который вообще-то их враг? Хозяин Жилина сам признает, что он его полюбил. Вот как говорится. «Да, я тебя, Иван, полюбил. Я тебя не то что убить, я б тебя и выпускать не стал, кабы не дал слова. Кто же в рассказе немерен? Кто люди войны? Это те же Красный Татарин и Старик на горе. Вот как Красный Татарин реагирует на Жилина. Проговорил что-то, будто ругается и стал. Облаготился на притолку. Кинжалом пошевеливает, как волк из-под лоби косится на Жилина. Старик на горе храпит и отворачивается, когда видит Жилина. Старик оглянулся, как взвизгнет. Выхватил за пояс и пистолет. В Жилина выпалил. Чуть успел тот за камень притулиться. До этих людей уже не достучаться. Жилин удивлен такой злобой. Самый яркий пример победы мира над войной в рассказе, это, конечно же, Дина. И дружба между девочкой и пленником. Ребенок здесь идеал мира. Ребенок показывает, что нет врожденного чувства вражды к неприятелю. Есть только отношение человека к человеку. Жилин относится к ней с добром. И Дина отвечает тем же. Она умеет даже больше. Она сумела полюбить своего врага и пойти против своих соотечественников, сородичей. Ей жалко человека в неволе, голодного, страдающего. Она сострадает ему. Она видит, какой он добрый. При этом она рискует благополучием и расположением ее семьи. Ведь если бы родители узнали, что она помогает пленнику, ее бы жестоко наказали. И теперь давайте посмотрим на последний смысл слова «мир» как сообщество людей. Почему для Толстого это слово важно именно в таком понимании и в названии «Эпопея война и мир» слово так и выглядит. Дело в том, что у Толстого с детства была мечта о совместном счастливом проживании людей. Они с братом играли в игру, которая называлась «Муравейное братство» или «Зеленая палочка». Его брат рассказал ему историю, что он нашел зеленую палочку и вырезал на ней секрет счастья всех людей. Потом закопал эту палочку в овраге, и когда кто-то из людей найдет эту палочку и прочитает, что она не написана, и расскажет другим. Все люди станут радостными, узнав эту тайну, научатся любить друг друга и станут муравейными братьями. Когда Лев Толстой попал на войну, был брошен вызов его мечте, но он не сломался, как Жилин. Все последующие годы он искал способы достижения своей мечты и верил в то, что любовь и равенство между людьми возможны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!